Узорный фасад, резные наличники и даже конек крыши – все в точности, как в начале 20 века. Спустя сто с лишним лет символ Барнаульского купечества обрел вторую жизнь. Поздравить с новым рождением дом купца Шадрина собралось немало гостей. Их встречают у порога ресторана. Давайте поприветствуем легендарный особняк «Русский чай». Среди почетных гостей – депутаты, представители власти и бизнеса, ведущие, проектировщики и архитекторы. Вы знаете, вот тогда, когда мы сюда пришли, ну, наверное, казалось, что еще бы года два-три, наверное, и он бы просто развалился. Или сгорел бы. В общем, тяжелая это, конечно, судьба. Но вот как-то так получилось, что, видимо, этот дом доверил свою судьбу. Судьба его сложная, но напутствие на новый путь – самые добрые. Осматривая дом уже внутри, интерьер подчеркивает концепцию «Сибирь гостеприимная», гости вспоминают историю уникального дома. В конце 1913 года разбокатевший крестьянин, подчеркиваю, он не был купцом, крестьянин, шадрин, из Зминогорского уезда подал прошение, и городская дума одобрила предоставление места для строительства дома. Дом был построен, проживала здесь семья, брат, мать. До, по-моему, мая 1920 года они жили. После революции здание национализировали, и долгое время в нем располагались разные ведомства. В конце 70-х после пожара особняк шадриных реконструировали и открыли ресторан «Русский чай». Он будет очень знаковый для города Барнаула, потому что многие поколения до сих пор знают этот объект по его названию. Видимо, я думаю, что не все его посещали, но тем не менее, он находится, во-первых, при въезде в город Барнаул, поэтому я думаю, что это будет очень знаково для города Барнаула и его, ну, может быть, визитной карточкой. Современная реконструкция восстановила первоначальный облик здания. Для этого поднимали архивные документы. Команда «Инвестор Нодара Шони» совместно со специалистами по охране культурных объектов решала вопросы по безопасности деревянного здания. Возрождение жемчужины купеческого Барнаула в исторической части города поможет повысить туристическую привлекательность и улучшить деловой климат Барнаула, уверена министр культуры Алтайского края. Я прекрасно знаю, как человек, который сама бывает в делегациях других регионов, как человек, который принимает гостей, насколько это ценится, насколько это важно и насколько это влияет на впечатление людей при решении самых разных деловых вопросов, потому что все-таки все люди в первую очередь запоминают эмоции, когда посещают тот или другой регион, и они дают фон для решения всех других вопросов. Возрождение культового ресторана «Русский чай», говорят эксперты, к тому же отличный пример вложения частных инвестиций в сохранение исторического наследия родного города и края. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.